Сегодня я расскажу вам, что убивает вашу щитовидную железу, какие лекарства и продукты ни в коем случае нельзя потреблять и самое главное, как всего этого избежать и не допустить негативных последствий. С вами я, врач-эндокринолог Кузнецов Максим, давайте начинать. Вообще, щитовидная железа очень пластичный орган, и чтобы ее доконать, это прям сильно нужно постараться, но в принципе есть ряд лекарственных препаратов, которые могут токсически влиять на щитовидную железу, влиять на ее работу или вообще ее отключать даже, и о них нужно, конечно, знать и понимать. Потому что щитовидная железа очень важный орган, она влияет на все процессы в нашем теле, то есть температура тела, менструальный цикл, обмен жиров, белков, всего, кожи, волос, там, чего угодно можно добавить. Поэтому хотелось бы, чтобы щитовидка работала нормальненько. И первое, это йод. Вы думали, что йод может только позитивно влиять на щитовидную железу? Нет, вопрос дозировки. Потому что есть такой феномен, называется феномен Чайкова, когда огромные дозировки йода могут блокировать работу щитовидной железы, она такая перестает захватывать йод, не синтезируются новые гормоны, Т3, Т4, и мы получаем как бы временный гипотиреоз. Если вы думали, зачем нужно пить йод при радиоактивном заражении, как раз поэтому, что радиация обычно это молекулы йода, если они попадут в организм, попадут в щитовидку, то там будет плохо. Поэтому мы нагружаем человека йодом извне, блокируется на какое-то время, и вот этот радиоактивный йод, он не накапливается в теле человека. Такая вот фишка была. Как в повседневной жизни вы можете понять, навредило такое количество йода, не навредило? Для начала, вот обычными лекарствами с йодом, допустим, йодомарином каким-нибудь, калиедитом, любым, вы не навредите. Потому что нужны огромные дозировки йода. Там граммы нужны йода, а вот в йодомарине там 250 микрограмм, понимаете? То есть нам нужно прям пачками есть этот препарат, чтобы как-то навредить нашей щитовидной железе. А вот если вы будете пить раствор люголя, где прям вот дофига йода, или будете использовать такой, знаете, старый есть препарат от горла, йокс назывался, там тоже очень много йода, или раньше еще любили миндалины йодом смазывать, ну вот это как-то лечило, вот лоры сейчас современные так не делают, но вот раньше был такой прикол. И это вот как раз такие большие дозировки йода могут вызвать этот феномен и могут вызвать гипотириоз. Я помню, что какое-то время этот йокс был популярный, я заколебался, ко мне постоянно приходили люди с гипотириозом, которые то был, то пропал, что происходило. Оказывается, они этот йокс применяли, там огромными дозами пшикали себе на слизистый, он всасывался и блокировал щитовид. Вот. Второй препарат, он знаком с сердечником, это кардарон, либо амиадарон, это самый неприятный препарат для щитовидной железы, потому что у него там, во-первых, в нем в самом очень много йода, сам по себе он содержит, поэтому смотри первый пункт. Второе, у него структура такая, что он в принципе может токсически действовать на щитовидную железу, разрушать ее, плюс может стимулировать тиреотоксикоз сам по себе, то есть если был какой-то там скрытый, латентный, болезнь Грейвса, это как раз тиреотоксикоз, высокая продукция гормонов щитовидной железы, и мы сверху даем кардарон и амиадарон, она может развернуться, проснуться и начать активно функционировать. И самое, наверное, неприятное, что даже после полной отмены препарата, у нас проблемы с щитовидкой могут случиться там через год. Вот вы один раз вызвали скорую, вам поставили капельницу с кардароном и амиадароном, все, в течение года, здравствуйте, приходите в гости к эндокринологу, потому что может случиться либо гипотирез, либо тиреотоксикоз, ну, хочу в защиту сказать, что кардарон и амиадарон просто так не ставятся, как правило, то есть там что-то очень плохое с ритмом сердца должно происходить, чтобы его начали капать. Поэтому, как бы, знаете, без щитовидки-то как-то жить можно, я как эндокринолог могу заместить полностью деятельность щитовидной железы, а вот без сердца как-то намного сложнее, чем без щитовидной железы прожить. Поэтому, если уж нужно капать кардарон, и знаете, когда я был консультантом в реанимациях и на кардиологических отделениях, вот меня часто, вот, ненавидел это, когда ночью тебе звонят и говорят, слушайте, у нас тут кому-то поставили кардарон, что-то непонятное щитовидкой. Я, ё-моё, опять сейчас на 2 часа сидеть, разбираться, что там происходит, почему, чё? И я приходил, и у меня первый вопрос был, там всё плохо, прям без кардарона никак не вообще, вот он прям нужен? И если кардиолог говорил, да, он мне нужен, я, ну, окей, чё, ну, капайте, если в жизни угрожающаяся ситуация, ну, щитовидкой я как-нибудь справлюсь. И с тиреотоксикозом, с высокой функцией, и с гипотириозом, в любом случае мы это как-то стабилизируем, как-то сделаем. Это намного проще, чем сердце восстановить, поверьте. Вот. А, ещё важный нюанс касательно приёма аммиадарона, то неважно, сколько времени вы его принимаете, ну, допустим, вы вот 10 лет принимаете кардарон, либо аммиадарон, и щитовидка всегда отличная. Это не значит, что ничего не случится. Даже после 5 лет, 10 лет постоянного приёма, и, мол, всё хорошо, потом может случаться патология щитовидки на фоне приёма аммиадарона. Вот такой вот он коварный препарат. Вот, понимаете, отменил его полгода, жди, или год жди, что может что-то ещё произойти. Вроде бы долго уже принимаешь, всё равно не расслабляйся, всё равно могут быть проблемы с щитовидной железой. И каждому сердечному пациенту это надо знать. Если у вас есть человек с проблемами сердца, перешлите обязательно ему это видео, пусть посмотрит, пусть знает. Идём дальше. Литий плавно переходим в психиатрию. Вот препараты лития очень часто используются в психиатрической практике. У меня там лучшая подруга, психиатр, она сказала, что до сих пор его используют. Я, кондокринолог, знаю, что сам по себе литий может блокировать синтез гормонов щитовидной железы, и мы можем получать гипотириоз, низкую функцию. Это обидно, неприятно. И опять же, мы тут отталкиваемся больше от работы психиатра. То есть я всегда спрашиваю, вот без лития вообще никак, то есть вообще-вообще-вообще-вообще. Как правило, мы там меняем комбинации, психиатр находит другие формы лекарств, чтобы как-то компенсировать, либо дозировку снижает, и щитовидка сама как бы просыпается. То есть вот от приёма лития это не навсегда. Это временный эффект, возможно, как и при избытке йода. И щитовидка потом, если убрать препарат, либо поменять как-то дозы или комбинации препаратов, то она может восстановиться вполне. Поэтому если кто-то принимает препараты лития, помните, надо заглянуть обязательно тоже к эндокринологу, провериться. Вот многие так ходят, принимают литий, кардарон, и даже не знают, что у них проблемы с щитовидной железой. А потом мы получаем кучу побочек из-за этого. Вообще болезнь щитовидной железы очень неприятная штука. Одно из проявлений, это, конечно, прибавка массы тела за счёт того, что внутренние ресурсы исчерпываются, человек традает, болеет, ему сложно следить за своим рационом питания, а лишний вес всегда питание. Я вижу эту проблему, и поэтому я решил составить для вас бесплатный пробник рациона на день, где полностью сбалансировано уже по белкам, жирам, углеводам, обед, завтрак, ужин, сладкий приём пищи. Несколько заготовок, которые вы можете использовать. Поэтому если вы не знаете, с чего начать свой путь к рациональному питанию, к правильному питанию, к снижению веса, обязательно переходите в описание к этому ролику. Там будет ссылка на бесплатный пробник меню на целый день. Забирайте, внедряйте, пользуйтесь, чтобы на своей шкуре понять. Правильное питание это просто, из простых продуктов, несложно, не запарно и доступно каждому. Пользуйтесь. Кардиологию разобрали, психиатрию разобрали, давайте онкологию разберём. Есть ещё такое понятие, как цитокин индуцированная тириопатия. И очень сложно, не отключайтесь, пожалуйста, от меня после этой фразы. Суть в чём, что у людей, которые лечатся от онкологии, у них используются специальные препараты, таргетная терапия называется. Эта терапия может ещё и разрушать щитовидную железу. Вот тиреидит, это как разрушение щитовидной железы, очень часто у таких пациентов присутствует. Им нужно про это знать. И тоже, когда ко мне приходят онкологические пациенты, мы всегда проверяем щитовидную железу, потому что может быть, что она уже выключилась. И вот это вот, они думают, что это на фоне онкологии, вялость, слабость, апатия, что они двигаться не могут. А там, по факту, просто уже тяжеленный гипотириоз происходит. И нужно уже замещать работу щитовидной железы, по факту. Это тоже, это честно, конечно, редко. Это происходит на фоне лечения, вот знаете, цитокинами и интерферонами. Не теми интерферонами, которые вот при ОРВИ используются, а, допустим, при лечении гепатитов группы B, может быть, гепатита C, при лечении рассеянного склероза, при лечении онкологии и так далее. Вот такие вот там штуки. Там специфическая таргетная терапия, вот при ней могут быть проблемы щитовидной еще. По препаратам вроде все, по еде, да, продукты, что нельзя есть, а то щитовидка отвалится. Тут, если вы давно в теме щитовидной железы, а думаю, что вы не просто так смотрите этот ролик, то, наверное, слышали про крестоцветные, что, мол, ни в коем случае нельзя употреблять крестоцветные, к ним относятся капуста белкочанная, брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста, пекинская, рукола, редька. Вот это все крестоцветные, что может быть в вашем рационе. И, мол, это имеет забагенный эффект. На фоне приемов этих продуктов щитовидка растет, увеличивается в объеме. Узлы там формируются и тра-та-та. Мы это вроде не хотим, но если посмотреть исследования, которые есть, там говорится, что вы должны потреблять по полтора килограмма этих крестоцветных в день. Кто из вас есть полтора килограмма редьки в сутки? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Хочу посмотреть на вашу аватарку. Что вы за человек такой? Ну, это очень много, понимаете? А знаете, для кого актуально? Для тех, у кого в культурном коде есть, что нужно потреблять крестоцветные. Допустим, Корея. Вот корейцы очень любят кимчи. Это, как раз, крестоцветная капустка. И, мол, они ее постоянно регулярно едят. И там вероятность того, что щитовидка вырастет, она выше. Для нас, обычных людей, если вы салат иногда крошите редьку, любите брокколи или другую капусту, ничего страшного. А если у вас прям сильная тревога на фоне этого, то используйте термическую обработку. Если вы просто немножко поготовили капустку, весь забагненный эффект пропадает. Вообще, у меня есть отдельный ролик, который посвящен именно питанию при патологии щитовидной железы. Что можно, что нельзя. Там про эти аутоиммунные протоколы я рассказываю. Про йоды, все вот эти БАДы, цинки, селены и так далее. Вот где-то здесь будет ссылочка. И в описании к ролику будет ссылочка. Если хотите подробности, переходите, посмотрите. Теперь немножко про фуфламицин. Вы, наверное, знаете, что я не фанат БАДов. Я нигде их не рекламировал, нигде не советую эти БАДы. Почему? Вот давайте по щитовидке, да? Все эти БАДы с тирозином, органическим йодом, с ашвагандой, с ежовиком гребенчатым. Все, что вот это вот нужно для здоровья щитовидной железы, для ее адекватной жизни, это все развод на бабки. Потому что, допустим, да, я не отрицаю, что йод нужен для синтеза гормонов щитовидной железы, но его можно изъедированной соли в 10 раз дешевле потреблять. И во всех рекомендациях так и написано. И нету никаких доказательств, что органический йод из водорослей лучше, чем обычный йод синтезированный. Ни капли. Тирозин, да? Тирозин действительно аминокислота, которая нужна для синтеза гормонов щитовидной железы. А знаете, где ее дофига? В продуктах. Краткий список, да, где содержится тирозин. Это у нас вся птица, вся говядина, все морепродукты, весь сыр, миндаль и так далее. То есть, в принципе, если вы хоть немножко едите белка в своем рационе, хоть иногда едите орехи в своем рационе, если вы, в принципе, питаетесь, судя по этому списку, мясо, мясными продуктами, то у вас не будет проблемы с этой аминокислотой. Поэтому намного логичнее просто рационально разнообразно питаться, чем тратить огромные суммы на баночки с БАДами. Ну а уж про действия ежовика, ашваганды, я вообще молчу. Там ни одного адекватного исследования, в принципе, нету на щитовидную железу. Ничего и никак из этого не стимулирует ее работу. Но благо и не вредит тоже. Поэтому только вредит вашему кошельку. Поэтому не ведитесь на фантазии маркетологов. Лучше сбалансируйте свой рацион по правилам тарелки, чтобы было нормально белков, жиров, углеводов. Если не знаете, как это сделать, с чего начать. Готовое меню на целый день в описании к этому ролику. Переходите, забирайте. В принципе, это все, что я вам хотел рассказать. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, если вам понравилось. Подпишитесь на меня в других социальных сетях. Непонятно, что с YouTube происходит. Увидимся ли мы здесь снова. Поэтому, чтобы не потеряться, ссылочка на мой Telegram тоже в описании. Ссылочка на запрещенную соцсеть с картинками тоже в описании. Там мой личный контент, кстати. Ну и посмотрите еще парочку моих роликов. Они абсолютно бесплатные и не менее полезны.